Итак, спасибо, что присоединились к очередному занятию. А я со своей стороны напомню, что мы продолжаем цикл встреч, которые посвящены развитию внутреннего равновесия или внутренней устойчивости. В данном случае, это родственное друг другу понятие, и одно, наверное, невозможно без другого. Если мы не обладаем внутренним равновесием, говорить об устойчивости будет сложно, а если равновесие есть, то и устойчивость аналогичным образом будет проявляться. И в рамках этого цикла встреч мы обсуждаем, прежде всего, различные медитативные практики, которые могут нам в достижении равновесия помочь. Говорим в некотором объеме о психологической теории, которая описывает, как все эти практики ввязываются в единое целое. И поскольку одна из книг, на которые мы ссылаемся, содержит некоторое количество нейрофизиологических объяснений, иногда ссылаемся и на них. Хотя это не основное, на чем мы в данном случае делаем упор. Мы продолжим продвигаться в таком же формате. Сегодня у нас третье занятие, и мы начнем с предварительной медитации, в которой задействуем один из, наверное, важнейших, и при этом наименее исследованных в современной западной науке механизмов нашего ума, который жизненно важен для поддержания, в том числе, внутреннего равновесия. Те, кто меня в большей или меньшей степени знает, уже, наверное, догадались, что речь идет о нашей конативной разумности или нашей конативной функции, то есть о нашей способности желать, устремляться, поддерживать намерения и так далее. Именно к ней мы обратимся в этой предварительной практике, которая, как это описывается в традиционном формате, будет посвящена порождению благотворной мотивации. Но поскольку мотивация порождается в пространстве уравновешенного ума, мы начинаем с краткого расслабления тела, с наблюдения за телом и с наблюдения за дыханием. А потому давайте скорректируем позу, так чтобы наше положение смогло подкрепить процесс последующей практики. При желании закроем глаза или оставим их частично прикрытыми, или откроем их полностью, и затем начнем собирать внимание в пространстве тактильных ощущений. Субтитры создавал DimaTorzok тактильными переживаниями в целом, мы вначале уделяем особое внимание тем, что проявляется в точках контакта между телом и элементом Земли, то есть поверхностью под нами. замечая эти ощущения, мы позволяем телу начать процесс последовательного раскрепощения, в рамках которого мы просмотрим ключевые части тела и по возможности их расслабим. мы начинаем со стоп и в особенности пальцев ног. затем расслабляем мышцы тазового дна, мышцы живота и область поясницы, поднимаемся вниманием к плечевому поясу, осознаем и насколько возможно расслабляем кисти и в особенности пальцы рук. и затем также переходим к мышцам лица. охватываем вниманием все телесное пространство целиком и какое-то время расслабленно наблюдаем за ощущениями, которые сопровождают движение дыхательных волн по телу. тактильные ощущения, сопровождающие эти волны дыхания, движения вдоха и выдоха, становятся объектом нашего наблюдения, позволяющим постепенно отпустить и напряжение, и неусидчивость, и отсутствие бодрости. все, что противоположно качествам расслабления, устойчивости и ясности в уме, расслабления неподвижности и бодрости в теле. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Затем мы несколько мгновений уделяем порождению благотворной мотивации. Думаем о наших самых возвышенных устремлениях в психологической или духовной сфере, делаем их еще более обширными и глубокими, включая в их круг всех живых существ, включая в спектр того, к чему мы устремляемся, глубинное, а не только поверхностное благополучие, и закрепляя это устремление в качестве того, к чему обращена вся наша практика. Продолжение следует... Продолжение следует... С этим мы возвращаемся вниманием к телу, просто чтобы заземлить внимание, заметить ощущения и вернуться в пространство тела и в окружающее нас пространство. Затем привносим в тело элемент движения, раскачиваясь из стороны в сторону, шевеляя пальцами рук и ног, улыбаясь себе и другим при желании. После чего мы завершаем эту предварительную медитацию и возвращаемся к нашему совместному онлайн-пространству для того, чтобы обсудить еще несколько практик и связанных с ними теоретических тем. Для этого мы вернемся к слайдам и кратко освежим некоторые из них в памяти. Напомню, что сам цикл называется «Медитация для внутреннего равновесия» или «Устойчивость». Можно называть и так, и так. Мы сами запутались, но не это главное. Главное, что здесь мы применяем различные созерцательные практики, которые будут включать не только медитацию, но и некоторые дыхательные и соматические упражнения, различные практики, связанные с письменной работой, так называемые письменные или дневниковые практики, и некоторые другие техники, которые, можно надеяться, помогут нам не сойти с ума в этом безумном мире и не просто не сойти с ума, но и начать привносить в окружающую нас взаимозависимость, в окружающую нас систему взаимозависимости, больше мудрости и сострадания. Над этим мы и работаем, но начинаем с того, что пытаемся опять-таки не сойти с ума или, если мы уже сошли с ума, пытаемся вернуться к состоянию ясности и здравомыслия, в том числе в том, что касается работы нашего внимания, наших интерпретаций реальности и тому подобных вещей. Стараемся вернуться к восприятию реальности, которая была бы в сонастрое с принципами взаимозависимости, сострадания, ненасилия и так далее. А для этого используем в том числе такие виды созерцательных практик, как медитация, то есть приучение нашего ума к благотворным состояниям, качествам или навыкам. Мы поговорили про триаду, которая включает в себя заземленное тело, открытое сердце и ясный ум, и поговорили про нее, в частности, для того, чтобы снова и снова себя спрашивать в рамках этого цикла занятий и вообще в контексте нашей созерцательной практики. Насколько у меня хорошо с заземленностью тела? Насколько хорошо у меня с открытостью сердца? Насколько хорошо у меня с ясностью ума? Все критерии, в принципе, очень простые, казалось бы, и очень сложные, если мы посмотрим и на формат своей собственной практики, и на то, как часто выглядят, слоганно говоря, духовные практикующие, которые что-то там сто миллионов лет уже практикуют, но как-то от этого становится все ближе, не знаю, к состоянию ума некоторых, как бы, духовных культурных деятелей, которые совсем куда-то оторвались и улетели, например, даже в нашем русскоязычном культурном пространстве, мы становимся чуть больше похожи на них, чем на заземленных, простых, добрых, отзывчивых и ясно мыслящих людей, которыми нам, наверное, хотелось бы стать. И дело здесь не в том, что сам по себе мистицизм плох, а исходно это прекрасное понятие стремления к кривому переживанию глубинной природы реальности и к тому, чтобы затем это понимание глубинной природы реальности интегрировать с нашей повседневной жизнью. Это нечто совершенно чудесное, но, как нам напоминают и Джон Уэллвуд, который придумал термин «спиритчал байпас», и его друг Сокни Римпоче, и многие другие эксперты в этой сфере. Если мы совершим так называемый духовный перепрыг, просмотрим, проигнорируем некоторые базовые проблемы, которые содержатся в нашем уме, и косвенно также распространяются на наше тело, в том числе на эмоциональную составляющую нашего психофизического опыта, случится беда, и она очень часто случается, и поэтому у людей с людьми, которые занимаются всяким вот таким, часто негативные ассоциации. Почему? Потому что вот они там ездят на эти свои ретриты, да, так выглядит этот дискурс. Что-то у них там какой-то дзакчен с тантрами, мантрами, и какие-то, не знаю, практики суфийского вращения, или стелловерчения, или чего угодно еще. А в быту как бы немытые кружки, хамство, шовинизм, сто миллионов видов ксенофобии, и чего только еще нет, да. То есть самые базовые вещи, с которых, казалось бы, можно было бы начать. Это абсолютно точно касается, разумеется, не только тех, кто практикует околобуддийские методы, или околосуфийские, или мистические, христианские, или какие угодно еще. Потому что точно так же можно поехать кукухой и в контексте йогической практики, то есть в контексте практики восьмизвенной йоги Патанджали, в любом из ее производных вариантов. Потому что сегодня вот у нас аштанга Виньяса, а завтра, опять-таки, кукуха поехала, и мы погружаемся в какие только не конспирологические теории, а при этом, опять-таки, на самом бытовом уровне теряем адекватность, и люди на это жалуются. Иногда очень громко, но мы этого ничего не слышим, потому что, как замечает один буддийский мастер нашего времени, если переусердствовать в практиках, которые глубоки, но к которым мы абсолютно не готовы, можно сойти с ума и не понять, что мы сошли с ума, и всем вокруг это будет заметно, а нам нет. И это большая человеческая трагедия, которую мы иногда наблюдаем, ну, где только нет. В том числе даже в перепалках на Фейсбуке и на других аналогичных платформах. Что сделать, чтобы этого избежать? Сначала нужно заземлиться и вернуться в нашу будничную реальность. Начать замечать, как себя чувствует наше тело, что происходит в нашем эмоциональном пространстве, как мы откликаемся на слова и реплики других, что извергается из нашего собственного рта, из того, что мы набираем на клавиатуре, а затем куда-то отправляем, что там происходит в этой сфере, что мы пишем, как мы реагируем на новостные провокации и на реальную новостную повестку, например, да? Как в случае с попытками неверного освещения ситуации с Него Святейшим Далай-Ламой. Сколько минут мы уделили тому, чтобы разобраться в том, что реально произошло, и насколько нас, опять-таки, оторвало, понесло куда-то непонятно куда. То есть простые вопросы, связанные с спокойствием, или расслаблением, устойчивостью и ясностью. Это все как бы работа на уровне тела и нашего присутствия в текущем мгновении. Из этих соображений популярная осознанность, осознанность, которая про пребывание в текущем мгновении, обычайно полезна и хороша в качестве подготовки ко всему остальному. Потому что если в текущем мгновении мы научимся замечать свои импульсы, эмоции, желания, мысли, воспоминания, и в особенности слова и действия тела, это уже будет большой скачок в нашем развитии. А на основе этого мы затем можем погрузиться в глубинные уровни практики, связанные с исключительной открытостью сердца и исключительной ясностью ума. Но если у нас нет базовой ясности ума, то дело плохо. Но для того, чтобы нам помочь в этом процессе, различные традиции мудрости в нашем мире, как это называет доктор Аллен Уоллес, сформулировали огромное количество различных методов, списков практик, определений и всего такого прочего, и мы можем опираться на их многочисленные материалы. И опять-таки мы стараемся выбрать материал себе по силам. Не в том смысле, что мы должны бояться заглядывать в глубины, но в том смысле, что от нас требуется здоровое понимание того, на каком уровне мы находимся. На уровне глубочайших практик, которые мы можем в качестве людей, получающих какие-то посвящения, сидеть и с открытым ртом, получать на протяжении 3-6 месяцев. Или на уровне, где мы можем, конечно, все это на будущее получить, но пока, в общем-то, не вполне адекватны на бытовом уровне, бытового применения. Где мы? Что мы со всем этим делаем? И осознав самостоятельно в диалоге с другими практикующими, в диалоге с квалифицированными учителями, где же мы там все-таки находимся, на уровне глубочайшей тантры или на уровне, где мы в носу ковыряемся и бросаемся в людей козюльками. Вот поняв, где именно мы находимся, мы затем выбираем спектр практик и начинаем над ним работать. И даже самая простая практика может быть необычайно глубокой, в зависимости от того, кто, когда, где, с кем и как ее применяет. В некоторых случаях даже самая глубокая практика лишь ухудшит наше состояние, а в некоторых самое простое, например, наблюдение за дыханием в области живота может привести нас к становлению продвинутым реализованным практикующим или практикующей. Даже в 20 веке некоторые практикующие достигали состояния арии практикующих, то есть невозвратного состояния реализации, состояния, от которого невозможно откатиться, просто наблюдая за областью живота. А некоторые практикующие даже в наше время делают очень сложные практики, но без особого результата или с негативным результатом, потому что благотворные качества не становятся более привычными. Даже определение медитации не соблюдено. Что же со всем этим сделать? Мы начинаем с простых вещей, с наблюдения за нашим чувствующим или чувственным телом. или телом чувств, или эмоциональным телом. За той пограничной областью между телесной и психической активностью, где мы, например, замечаем неусидчивость, торопливость, разные виды напряжения. Или наоборот, тяжесть, вялость, притупленность определенного характера, охватывающие тело и ум. Вот за этим мы начинаем более пристально наблюдать. Поскольку эта область на стыке тела и ума, этот навык очень поможет нам и в телесной осознанности, и в психической осознанности. То есть в способности осознавать и то, что происходит с нашим телом, и то, что происходит с нашим умом. Но иногда люди умеют хорошо осознавать процессы в уме, хорошо осознавать процессы в теле, а с этой областью как раз на стыке все равно мало знакомы. Поэтому Цокня Римпача обращает на нее особое наше внимание. Ведь, как мы выяснили в прошлый раз, иногда эта область похожа на домик, на средний этаж в трехэтажном доме. И жители этого среднего этажа стучат вниз на этаж, где живет наше тело, стучат вверх на этаж, где живет наш ум, и беспокоят всех и вся. Почему? Потому что на этом уровне пока беспорядок. Превышен скоростной предел, превышен скоростной порог, и мы не знаем, как же с этим разобраться. Для того, чтобы научиться с этим разбираться, мы испробовали несколько практик. Практику сбрасывания, которую мы снова можем сейчас повторить. Мы поднимаем руки, не потому что это почему-то мистическому приведет, а для того, чтобы затем их сбросить, уронить, как бы символически воспроизвести этот акт сбрасывания напряжения. Мы поднимаем руки, держим их на весу, и затем с расслабленным выдохом опускаем их, бросаем их на колени или бедра, а сознаванием опускаемся в глубины тела. И там, в глубинах тела, мы просто какое-то время покоимся. Как и сказано здесь на слайде, это само по себе уже праздник, который устроил автомобильчик Бип-Бип, потому что даже возможность хотя бы временно отсечь поток руминаций, это большой и важный шаг, на который некоторые люди, в принципе, до определенного момента были не способны, если не были знакомы с такого вот рода практиками. Очень простыми, и если их достаточно часто применять, эффективными, потому что многие люди умеют блокировать руминацию только с помощью интоксикантов, например, или с помощью очень мощных отвлекающих активностей, которые сами по себе могут быть не всегда благотворными или совсем неблаготворными. Если наш единственный способ справиться с тревожностью пойти в спортзал, это весьма сбалансированный вариант в большинстве случаев, хотя все зависит от индивидуальной ситуации. Но если единственное, что нас отвлекает от этого потока навязчивого мышления, это активности, которые могут потенциально повредить наше тело или тела других людей, или тела множества людей, тогда дело плохо. И нам нужны такие вот методы, методы, в которых мы сможем сделать что-то простое, но вернуться к состоянию равновешенности. Мы научились практике сбрасывания и в прошлый раз рассмотрели еще два метода, помимо практик наблюдения за телом чувств, в которых мы продолжаем упражняться, которые техническим образом помогают нам сбалансировать уровень тела чувств. Мы познакомились с брюшным дыханием и познакомились с просмотром тела, но не в общем понимании, потому что техник просмотра тела миллион, они используются и в популярной осознанности, и в випассане традиции гаянки, и где только нет. Они предполагают, что мы просматриваем разные участки тела, это делается иногда и в практиках гипноза, гипнотерапии и тому подобных вещах, и в йога-нидре, и много где еще. Само по себе просмотре тела, ничего волшебного нет, все зависит от того, какой именно его вариант мы применяем. В данном случае мы применяем вариант, связанный с поиском энергии неусидчивости или энергии поспешности, и с тем, чтобы с этой энергией просто пребывать или покоиться. Вот в этом мы упражнялись, наверное, всю прошедшую неделю, плюс еще один день. С утра до ночи просматривали тело, наблюдая за энергией, поспешностью, и дышали животом, и теперь у нас сформировался определенный опыт, на который мы можем опереться на следующем этапе. Итак, часть 3, ветра в животе, продолжение. Прежде чем мы перейдем к следующему набору практик, а также ненадолго отвлечемся на физиологические и нейрофизиологические соображения, которыми с нами делится Дэниел Голман, давайте ответим на эти три вопроса. И ответить на них можно двумя способами. Мы можем поставить видео на паузу и поупражняться в... Если речь идет о записи, да? Поупражняться в письменном ответе на эти вопросы, или мы можем чем-то поделиться в чате, если мы участвуем в занятии вживую, я зачитаю ответы и постараюсь их прокомментировать там, где это необходимо. А пока кто-то что-то печатает на тему этих трех вопросов, я могу пару минут умолчать, но я все же зачитаю сами вопросы. Легко ли мне заметить сигналы эмоционального тела, вот этого самого слоя на стыке тела и ума, которое мы обсуждаем третье занятие подряд? Замечаю ли я за собой превышение скорости не на дороге, хотя это тоже очень важно, а именно внутри? И легко ли мне все-таки на сегодняшний момент, к этой третьей неделе практик, сбросить это напряжение, это внутреннее напряжение, например, с помощью брюшного дыхания или просмотра тела? Так что, пожалуйста, при желании вы можете чем-то поделиться, а я что-нибудь на эту тему скажу или не скажу. Легко. Один из... Итак, три ответа. Легко ли мне заметить сигнал эмоционального тела? Легко. Замельчаю ли я за собой превышение скорости иногда? Легко ли мне сбросить это напряжение? Нет. Что ж, чудесные ответы. Да, вам не обязательно отвечать на мой комментарий, вы можете просто писать в общий чат, но как получится. Итак, еще одно замечание, следующее. Легко ли мне заметить сигналы эмоционального тела? Нет, обычно замечаю только когда организм начинает кричать и включать громкую сигнализацию. Да, многие помнят, что именно на это обращает наше внимание достаточнимая Рабина Куртин, которая говорит, что, как правило, в силу отсутствия образования в этой области, в силу отсутствия знакомства с нашим внутренним миром, мы замечаем свои эмоции только когда они начинают проявляться в теле, когда телу становится плохо, когда бабочки в животе превращаются в чугунный утюг в животе, тогда мы замечаем, что что-то пошло не так, либо когда начинается паническая атака, например. Но когда в нашем уме проявляются умственные состояния, еще не вылившиеся в телесные сигналы, на это мы даже не обращаем внимания, или мы не проявляем рефлексии применительно к этому, потому что в целом наша культура не учит нас эмоциональной и ментальной рефлексии как таковой, и это плохо. Но начать замечать это хорошо. Замечаю ли я за собой превышение скорости? Да. И третье, легко ли мне сбросить от напряжения? Нет, было несколько раз, что после практики через какое-то время становилось еще хуже, какая-то невозможная возбудимость начиналась. Это интересная проблема, и сегодня мы на ней также кратко остановимся. Она связана с двумя соображениями. Одно соображение состоит в том, что нам необходимо выработать новые привычки. И к этому мы продвигаемся очень медленно и постепенно, и работа над этими привычками начинается с таких простых вещей, как сбрасывание. И на начальном этапе нет смысла поддерживать особые ожидания относительно того, что мы три минуты понаблюдаем за животом, и возбудимость уйдет. Наоборот, из-за того, что присутствуют ожидания, присутствуют некая степень предвкушения, мы лишь еще больше возбуждаемся. Но это связано не с практикой, а с тем, как мы ее оформляем в своем внутреннем пространстве. поэтому мы действуем по принципу, который на тибетском называется кхали-кхали, что буквально переводится как медленно-медленно, не спеша-не спеша, тихо-тихо. Поэтому медленно-медленно, неспешно-не спешно, понемногу-понемногу, мы применяем эти практики, выбирая для них максимально расслабленное окружение, когда это возможно. То есть если мы, например, хотим упражняться в брюшном дыхании, если у нас есть возможность упражняться в нем в особенности лежа, в особенности в расслабленный период дня, в особенности, когда наш ум и так свободен от каких-то избыточных, отвлекающих или беспокоящих факторов, на начальном этапе в этом больше пользы, потому что мы тренируем, очень мягко тренируем эти навыки в, так скажем, безопасном пространстве. Конечно, многих из нас нет пузыря внешней привилегированности, который позволял бы о каком-то вообще безопасном пространстве говорить. Мы хорошо понимаем, что кто-то выполняет эти практики в Ницце, а кто-то под ракетным огнем. Это чудовищные детали нашего текущего существования. И поэтому все же, насколько возможно, мы стараемся поддерживать настрой мягкости и медленности еще и изнутри. Еще и изнутри мы помним понемногу-понемногу вырабатываю новые привычки. И если мы заметили, что через несколько минут после практики начинается возбудимость, опять-таки один из приемов, которые нам доступны, заметить, где эта возбудимость проявилась в нашем эмоциональном теле и просто с ней поприбывать. Поприбывать, поупокоиться, не совсем стандартные для нас глаголы, но здесь очень важно. Мы просто сознаем этот сигнал этой возбудимости как одну из модуляций энергии в нашем эмоциональном теле. И покоимся с этим смыслом, как бы, ну и что, окей, ничего страшного или ничего особенного, как говорил цирком Кримпача. И через какое-то время такой настрой плюс само по себе внимание к эмоциональному телу сгладит проблему. Далее соображение. Следующее соображение. Замечать сильно проще на подушке, чем в жизни. Сбросить сложно. Совершенно верно. Действительно, замечать на подушке проще. В этом и состоит ее назначение. А когда мы садимся на подушку, условно говоря, потому что мы можем практиковать и лежа, и стоя, и при замедленной намеренной ходьбе, но когда мы выполняем формальную практику, мы в лаборатории своего ума, да, мы в лаборатории для работы над медитацией. А когда мы вне лаборатории, у нас меньше доступного нам оборудования для того, чтобы все эти сигналы считывать, и все же в какой-то степени что-то нам будет удаваться. И то же самое в том, что касается сбрасывания. Даже если нам удалось что-то сбросить на три секунды, это уже большой успех на самом деле. Медленно-медленно мы меняем и внешнюю и внутреннюю прошивку всего этого дела. Меняем тибетские врачи, вы сказали, или тибетские йогины, занимающиеся соответствующими практиками, мы меняем паттерны движения внутренних ветров. Буддийские философы и психологи сказали бы, что мы меняем привычные нам модели работы наших психических факторов. И можно еще миллион других способов это описать, но речь о том, что мы меняем устойчивые привычки, устойчивые паттерны, это медленное, неспешное дело. Но, так сказать, в нем есть своя эстетическая красота, у него есть много преимуществ, кто-то вдохновляется преимуществами из сферы нейрофизиологии, кто-то помнит, что главное поменять внутренний опыт, неважно, главное, чтобы хоть что-то нас увлекало, и мы медленно-медленно едем по этой тропинке. Да, замечаю, хорошо, замечаю, хорошо понимаю внутреннюю динамику, увижу ее ясно. Иногда получается сбросить, иногда нужно значительное время. Здесь важно посорадоваться даже мысли, иногда получается сбросить. Чудесно, это значит, что все не безнадежно, мы продолжаем развивать, так скажем, эту мышцу сбрасывания вместе со всеми остальными позитивными привычками. здесь важно вспомнить, что опять-таки в традиционной психологической модели, которая описывает все эти процессы, все эти практики, все эти системы тренировки, мы говорим иногда о так называемых двух внутренних сетях, двух системах благотворных психологических факторов, которые нам помогают жить весело и интересно, и так, чтобы мы приносили пользу себе и другим. Одна из этих систем называется сетью глубинного осознавания, это то, что касается накопленного нами здравого смысла, исключительного здравого смысла, который для простоты буддисты называют мудростью. Это одна из этих сетей, способность ясно видеть реальность. Она укрепляется каждый раз, когда мы занимаемся практиками прозрения в любом из их видов. Другая сеть, это сеть связанная с теми видами активности, которые находятся в сонастрое со взаимозависимостью, и сюда относятся привычки к доброте, состраданию, эмпатии, щедрости, и в то же время мы можем сказать, что есть позитивные механизмы, питающие обе эти сети, и к ним относится способность к осознанности, к пометованию, сосредоточению и тому подобным вещам. И каждый раз, когда мы усиливаем любую позитивную привычку, усиливается вся эта конструкция из двух сетей, из всего, что их обслуживает. Это очень здорово, поэтому чем больше, даже в самой минимальной степени мы развиваем способность к взбрасыванию, тем больше укрепляется все хорошее, позитивное в нашем уме и в нашем теле. И мы можем себя снова и снова за это хвалить, ну или может быть не столько себя, сколько сами механизмы в нашем уме и практики, которые помогают в этом преуспеть. Следующее замечание. Стало обращать внимание, и это уже хорошо. Замечаю превышение скорости, которое очень напрягает. Ведь многое также будет зависеть от того, насколько превышен уровень скорости. Ведь если опять-таки предположим, кто-то смотрит этот курс, находясь в длительном творческом отпуске, и вот кто-то просыпается рядом с одним из великих швейцарских озер, завтракает круассаном и кофе, успешно выходит, садится на шезлонг, читает, и вдруг через какое-то время ловит себя на превышение скорости, потому что слишком много листал ленту соцмедиа или слишком зачитался международных новостей, почувствовал внутреннее превышение скорости и поработал над этим. Это один уровень превышения скорости, и он окружен всеми этими внешними обстоятельствами, и все равно даже несмотря на все эти весьма благоприятные внешние обстоятельства, превышение скорости может быть значительным. А кто-то может быть страдает от превышения скорости совершенно иных внешних обстоятельств, гораздо более затруднительных, проблематичных и так далее, и само превышение скорости тоже может быть намного большим, в зависимости от того, насколько высока наша чувствительность. Но где бы во всех этих многообразных вариациях мы себя не находили, любые, даже самые скромные шаги, огромный повод для сорадования, для того, чтобы себя похвалить, и для того, чтобы также почувствовать свою сопряженность, свою связь с сообществом, внутри которого мы практикуем. И я здесь подразумеваю отнюдь не только тех, кто подключается к этим занятиям или смотрит, или не только фонд контаблативных исследований, или что угодно еще. Речь о том, что мы соединены, так скажем, единством практики с большим количеством практикующих по всему свету. И мы не одиноки на этом пути, и мы все друг другу помогаем, все друг друга поддерживаем, насколько это возможно. А значит, с каждой толикой осознанности, возрастающей в нас, повышается глобальная осознанность всей системы. Так иногда это описывается, например, в сообществе вьетнамского мастера Титнатхана. Мы генерируем энергию осознанности. Это может быть метафорическое выражение, может быть буквально, я не знаю, но оно нас должно в какой-то степени вдохновлять. Процесс идет, мы генерируем энергию осознанности, и это очень здорово. Трудно? Нет, только задним умом? Нет, трудно. Так, трудно заметить сигнал национального тела? Легко. Только задним умом я замечаю превышение скорости, и мне трудно сбросить, например, если среди ночи мысли не дают уснуть, приемы часто не работают. Это так, по двум причинам. С одной стороны, у нас всех разные склонности в том, что касается приемов, с другой, пока мы не наработаем прием, или, так скажем, не отработаем его очень мощной степени, он будет ограничен в своей способности справиться с определенной волной. Когда прием отработан, и вся система в целом уже отлажена, тогда прием легко применить. Но главное, что мы работаем в эту сторону. Хотя вообще занятиями медитации случаи, когда мысли не дают уснуть, происходят гораздо реже. Ну вот уже прекрасный, изумительный результат. Превышение замечаю периодически, но не всегда получается заставить себя с этим начать справляться с помощью упражнений или медитации. Последние месяцы очень часто ездил с этим превышением, хотя замечал это достаточно часто, и теперь на уровне физиологии получаю пачками штрафы. Надеюсь, этот курс поможет выработать привычку к более безопасному движению по жизни. Все так, и мы действительно как раз сегодня кратко затронем тему штрафов на физиологическом уровне. Иногда начинаем работать над последствиями превышения скорости или привычкой к превышению скорости, когда все становится более-менее серьезно, или когда мы начинаем замечать неприятные последствия всего этого дела. Но все равно, пока мы живы, не бывает слишком поздно в этих вопросах. Когда бы мы не начали, это идеальный момент для того, чтобы начать, так что будем продолжать. И следующий комментарий здесь. Врасывание можно спутать с подавлением или просто эскапизмом. Как развивать сброс, а не избегание? Честно говоря, мне сложно перепутать эти понятия, потому что подавление или эскапизм это более протяженные процессы. А сбрасывание это прием, который занимает от 5 до 15 секунд. То есть, когда мы говорим, ты подавляешь, например, определенные эмоции, да, или стрессовые переживания, ты выдавливаешь их из своего сознания в сферу подсознательного или бессознательного, все это очень мало похоже на то, чтобы уронить руки на коленки и направить внимание в пространство тела. Один из способов не запутаться во всех этих вещах объяснить себе, что сбрасывание это прием переключения внимания. Переключение внимания ни в коей мере не синонимично подавлению, избеганию элиэскапизма. Переключение внимания это именно работа с вниманием. Как часто напоминает нам доктор Алан Уоллес, Уильяма Джеймса, основоположника во всем, что западная психология знает о внимании есть чудеснейшая цитата. В текущем мгновении то, чему мы внимаем, для нас и есть реальность. Вкусная работа с вниманием это один из важнейших механизмов, которые нам потенциально доступны. И перенаправление внимания не имеет отношения к подавлению или сбрасыванию, потому что для того, чтобы произошло подавление, должно присутствовать, например, отторжение применительно к определенной эмоции, которую мы стараемся подавить, желание явно или подскудно ее проигнорировать или отрицание самого ее существования, отрицание ее присутствия и так далее. Здесь речь как раз об абсолютно обратном. Мы начинаем с того, что мы замечаем, что с нами происходит, мы признаем то, что с нами происходит, а затем мы роняемся в пространство тела, потому что в пространстве тела тоже что-то происходит, тактильное ощущение в частности. И мы роняемся на этот более базовый уровень, так скажем, на более глубокий слой грунта или туда вот к грунтовым водам и там какое-то время покоимся, потому что это слой, который находится ниже с точки зрения этажей и который позволяет нам там раскрепоститься. Мы могли бы наоборот опрокинуться вверх. Некоторые люди именно это и делают. Например, мы могли бы поймать себя на превышении скоростного порога или заметить какие-то беспокоящие переживания и опрокинуться вверх, в пространство, связанное с глубинной реальностью или в теистических традициях с Богом, ангелами и всякими такими вещами. Это действительно тоже механизм работы со всем этим делом. Мы замечаем, что мы очень растревожены и мы погружаемся в молитву, как это делают некоторые люди. Или стараемся медитировать на глубинной природе реальности. Или вспоминаем об открытой, ясной и пустотной природе ума. И во всем этом есть большая польза, но как раз вот это чуточку легче перепутать с эскапизмом. Хотя все эти методы могут быть очень полезными, они имеют большую вероятность стать для нас эскапизмом, потому что мы часто переходим к ним, не развив способности просто пребывать с сигналами и переживаниями эмоционального тела. Мы убегаем от эмоционального тела в сторону всех этих возвышенных практик, не потому что глубинная и окончательная реальность может нам помочь, а потому что нам так некомфортно с эмоциональным телом, нам так страшно наблюдать за его сигналами, что мы убегаем туда, в молитву, пост, в рикпа, то есть исконное осознавание, в тантру, мантру, янтру и вот во всякие такие вещи. Если бы мы уже проработали то, что касается нашей способности пребывать с эмоциональным телом и с более базовым уровнем тактильных переживаний, если бы мы уже проработали, скажем так, и заземленное тело, и открытое сердце, и ясный ум, переход к этим более возвышенным практикам мог бы быть чрезвычайно искусным методом быстро со всем справиться, потому что окончательная реальность действительно больше, чем тактильное переживание, может нам помочь. Она обладает большей мощью, чем сигналы в пятки. Но для этого нам нужно туда дорасти. И чтобы не случился эскапизм там, мы роняемся в обратную сторону. Мы замечаем происходящее с эмоциональным телом и либо просто покоимся с этим, это само по себе уже мощная практика, либо опрокидываемся на более базовый уровень. Тактильное ощущение. И это уход как раз противоположность в нашем контексте, противоположность эскапизму. Можно ли теоретически представить себе ситуацию, где наблюдение за телесными ощущениями было бы эскапизмом, попыткой от чего-то убежать? Ну да, если бы перед нами, например, стояла задача продумать какой-то вопрос, а мы бы говорили я не хочу думать, думать больно, поэтому я буду наблюдать за своими пяточками. Такое случается действительно, но это не самая распространенная проблема во всяком случае в том, что касается сбрасывания стресса, поэтому мы отдельно ее не проговариваем. Но важно напомнить, что у нас есть волшебный принцип баланса или психологии, как это можно сформулировать, волшебный буддийский прям поиск равновесия, где мы намечаем две крайности, проскальзываем между ними. Как выглядела бы одна крайность? Одна крайность выглядела бы как убегание в пост-молитву окончательную реальность, пустотность атман, брахман и все такое прочее, другая крайность выглядела бы как бегство в ощущение в пятках бесконечное. Если мы духовно богатая личность, мы чаще убегаем в атман, брахман, рикпа, тантру, мантру, янтру, молитву и все, что угодно еще. и реже, как правило, убегаем в чисто соматический сигнал. Поэтому нам нужно забирать левее, условно говоря. Если бы мы были человеком, который все время сидит в своих пятках и не хочет думать ни о чем более сложном, тогда нам нужно было бы забирать правее. И мы сами можем себя спросить, а что мне в большей степени свойственно? Духовная изощренность избыточная или простота, которая граничит с пороком, потому что я отказываюсь совсем вот думать. И в зависимости от того, что же у нас там произошло, мы выравниваем весь спектр, весь курс нашего движения. На несколько мгновений отклонимся в сторону того, о чем нам рассказывает Дэниел Голлман. И, как обычно, скажу, что моя способность повторить его рассуждения, конечно же, ограничена, поэтому в данном случае это не столько мой, ни в коем случае это не моя интерпретация, это в большей степени переводческое ужатое изложение. Итак, продолжая рассуждать про мандалевидное тело и про то, как все эти практики брюшного дыхания могут нам помочь с работой со стрессом, Дэниел Голлман разворачивает ту мысль, которую мы уже начали в прошлый раз обсуждать. Мысль о том, что мандалевидное тело связано с механизмами поиска и регистрации возможных источников угрозы. Что же нам о мандалевидное тело дальше? Что же оно дальше делает? Оно пробуждает другие части наших мозговых механизмов, которые отвечают за целую эмоциональную деятельность, а те, в свою очередь, включают так называемую симпатическую нервную систему, ту, которая отвечает за активацию в условиях стресса или в условиях экстренного, в разных экстренных ситуациях, включая нападение тигров или неприятные комментарии в инстаграме. И это ведет к повышению частоты пульса и повышению давления, к расширению проходов бронхиального дерева и учащению дыхания, к отключению процессов пищеварения и к переходу крови из органов конечности, потому что кулаками мы будем бить, ногами убегать, а также к усиленному потоотделению. Ням-ням-ням. И вся эта активность связана с такими гормонами, как адреналин и кортизол, а их выброс делает нас более уязвимыми, дальше я просто читаю, даже не пытаюсь уже пересказывать, а их выброс делает нас более уязвимыми для новых стрессовых реакций, например, когда нам кажется, что с нами несправедливо обошлись. То есть, отступая от вся этой красоты на несколько мгновений, мы и так напряжены, потому что мы опаздываем на работу, и эта повышенная напряженность, выброс соответствующих гормонов, симпатическая активированность, не побоюсь этого страшного искусственного слова, делает нас более уязвимыми для того, чтобы новые раздражающие факторы, новые триггеры вызвали, опять-таки, у нас бурный открик. То есть, мы уже и так напряжены, а тут кто-то случайно наступает нам на ногу или специально, кто-то смотрит на нас не так, кто-то на работе криво нам улыбается, кто-то, опять-таки, в воображаемом онлайн-пространстве что-то делает не так, или мы замечаем какой-то новостной повод, который вызывает у нас бурный отклик. И отклик становится более бурным, потому что мы и так напряжены, и вот это все рециркулирует или происходит в нашем физиологическом пространстве. Но помимо того, что наличие стресса делает нас также более уязвимыми для нового стресса, это, в принципе, понятная история, возникают также различные более долгосрочные последствия. Когда мы длительное время пребываем в этом состоянии повышенного, повышенной активации, когда мы длительное время превышаем свой скоростной порог, возникает вероятность усиления воспалительных процессов, ослабления откликов, необходимых нам для выживания откликов иммунной системы. Кроме того, возрастает наша уязвимость перед болезнями, которые усиливались бы или усиливаются из-за стресса. Некоторые, может, вспомнят, что когда Джон Кавадзин в свое время выступал перед его сетей Штандалам, и он сказал, что на основе своих исследований, что науке околонаучных наблюдений, скажем так, что в принципе симптомы всех заболеваний усиливаются при наличии стресса. Симптомы всех заболеваний от насморка до активной фазы СПИДа. Все они усиливаются при наличии стресса, так что в некотором смысле мы все их можем сюда отнести. Но поскольку Дэниел Голман использует именно эту формулировку, речь возможно также о тех заболеваниях, например, расстройствах сердечно-сосудистой системы, которые активно возрастают, усиливаются или проявляются, когда человек систематически живет в состоянии стресса. Ой, я случайно поднял большой палец, не знаю, как это произошло. Но, что ж, и в этом есть, наверное, что-то хорошее. А помимо этого, на уровне психологических механизмов наше внимание при этом сосредоточено на том, что мы считаем угрозой, и отсюда наши любимые навязчивые мысли в два часа ночи. Это не обязательно наши мысли о конкретном человеке, который хочет нам навредить, хотя и такое случается. Речь может идти и о, например, нашем... Ну, приведу относительно нейтральный пример, несмотря на все ужасы, происходящие в мире в данный момент. Мы, может быть, не вполне уверены в том, что касается нашего финансового благополучия в ближайшие месяцы. Не вполне уверены в том, сохраним ли мы свое рабочее место, сможем ли мы найти новую работу и так далее. Какие-то понятные сценарии, которые всегда актуальны. Это может нас занимать ночами, поскольку в целом мы живем в состоянии повышенного стресса и вот этой симпатической активации, наше внимание будет сосредоточено на том, что нам кажется наиболее важным источником нашей угрозы для нашего благополучия. Или, например, в некоторых ситуациях люди могут быть аналогичным образом, глубоко растревожены возможной угрозой для устойчивости романтических или семейных отношений. А будем ли мы вместе, они изменяют мне, али... Это понятно, потому что мы опять-таки пытаемся обнаружить, с какой стороны к нам приближается опасность. И когда нам кажется, что мы обнаружили эту приближающуюся опасность, или когда мы действительно ее обнаружили, если мы не можем уравновесить активацию, вернуться к уравновешенному состоянию или развить гибкость в вопросах активации, когда нужно мы активируемся, а когда не нужно нет, мы застреваем в этом ненужном состоянии, мы устойчиво находимся в превышенном состоянии, в состоянии превышенного скоростного порога. К счастью, Голман здесь ссылается на исследование одного из своих наставников или друзей, или старших коллег, которые как раз сформулировал теорию так называемого отклика расслабления или отклика релаксации, что является более просторечным или понятным для обывателя способом описания парасимпатической активации, активации той части нашей нервной системы, которая отвечает за расслабление и восстановление. Так вот, ссылаясь на него, Дэниел Голман напоминает нам, что парасимпатическим откликом называется физиологическое состояние, в рамках которого тело отдыхает и восстанавливается после периода стресса. То есть, вот мы бежали на работу, потому что мы действительно на нее опаздывали и с общественным транспортом были проблемы или не с общественным, но вот мы были в состоянии стресса, а потом мы пришли на работу, опрокинулись на любимое кресло, никто на нас не смотрит, никто от нас ничего в ближайшее время не хочет, предположим. и включается парасимпатическая нервная система, мы немножко расслабляемся, опять-таки едим свой круассан, раскладываем пассианс и полудню приходим в себя. Частота пульса и давления падают, дыхание замедляется, пищеварительные процессы продолжают протекать уже в обычном режиме, то есть они более не заблокированы, мы можем наконец-то не просто съесть, но и переварить этот самый круассан. И соответственно все те виды вреда, которые потенциально нам могла приносить избыточная симпатическая активация, уравновешены. Поскольку парасимпатический отклик также присутствует, мы не находимся в состоянии постоянного симпатического отклика, и из-за этого снижается вероятность того, что у нас усилятся воспалительные процессы, и все будет вообще везде плохо. Помимо прочего, всевозможных инструментов, которые мы могли бы использовать, в данном случае мы продолжаем работать с специальными дыхательными техниками, которые в особенности сосредоточены на работе с областью живота. Мы уже начали со всем этим упражняться, когда говорили о брюшном дыхании, и упражнялись с ним. И, собственно, цитата из слов Голубана, говорят, в целом исследования, которые рассматривают влияние замедленного дыхания на наш мозг, ум и тело, замечают серьезное переключение на парасимпатический режим. Здесь мы делаем робкий шаг в сторону практик, где мы контролируем дыхание, причем не просто на уровне того, чтобы более глубоко дышать животом, но и на уровне минимального, расслабленного, мягкого и аккуратного вмешательства в дыхательный ритм. Еще раз повторю эту очень важную мысль. Мы попробуем сейчас две практики, связанные с контролем над дыхательным процессом. для буддийской созрицательной традиции, как многие знают, эти практики исключение, а не правило. Правило, которого в целом придерживается буддийская традиция, или скажем, ориентация, которую использует буддийская традиция в том, что касается дыхания, это в первую очередь ориентация на естественное дыхание. Поэтому, если вы осваивали практики шамадхи, сосредоточенные на дыхании, наблюдение за дыханием, медитация на дыхании под руководством доктора Алана Уоллеса, Клена Свенсена, на основе текстов палийской или санскритовской традиции и так далее, большинство практик подразумевают, что мы позволяем дыханию двигаться в свободном ритме, и затем уже наблюдаем за ним где-то, в области ноздрей или живота, или во всем теле, или на основе исключительного ритма и так далее. Но тело само выбирает оптимальную скорость, глубину, объем и так далее. Это очень важно, потому что, нас отпускать контроль. Мы и так все слишком сильно контролируем зачастую, иногда совсем неправильным образом, но это другой разговор. И поэтому здесь мы учимся отпускать и расслаблять. Когда мы в этом в какой-то степени преуспели, когда все паттерны, которые связаны с этой активностью, сами собой вернулись к гармоничному состоянию, устойчиво в нем пребывают, тогда в традиционном подходе мы бы начинали, если это необходимо, это даже не всегда используется, и уж точно довольно редко используется, например, в палийской системе практики. Но в санскритской практике это есть, и в особенности в том, что касается уровня ваджирены. И вот только на основе этой естественности мы бы учились очень медленно, мягко и постепенно специальным дыхательным практикам, которые связаны с задержками дыхания, с манипуляцией дыханием и так далее. Это, так скажем, уже тончайшая ручная работа. Мы научились. сначала мы учимся не знаю, какую аналогию привести. Сначала нам нужно научиться просто брызгать себя духами и их носить, так, чтобы не отравить всех окружающих, не переусердствовать в этом деле и так далее. И вот, когда мы научились носить духи, не переусердствуя, кто-то может показать нам, как смешивать собственные духи. Вот примерно такая же аналогия здесь. Сначала нам нужно научиться легкости и естественности в процессе дыхания, так, чтобы эта легкость и естественность украсила нашу жизнь и даже жизнь всех окружающих. А потом кто-то, может быть, покажет нам, как вмешиваться в процесс дыхания для достижения конкретных целей. Например, для того, чтобы растворить грубое сознание в тонком и так далее. Есть множество разных причин или поводов всем этим заниматься. Но здесь перед нами другая проблема. Как ускорить процесс раскрепощения? Можно ли в очень дозированном гомеопатическом объеме применить для этого практики, связанные с задержками? Именно в очень медленном дозированном гомеопатическом ключе. Да, объясняют нам и цокни-эпачей, и те мастера, на которых он в свою очередь ссылается. Это возможно, но нужно быть с этим осторожными, потому что здесь буддийская традиция не рекомендует нам делать то, что делается в некоторых других системах, в основном появившихся в 20 веке, но ссылающихся на более древние традиции. Хотя иногда есть дебаты относительно того, право можно ли вообще это происхождение приписывать. Есть системы, в которых нам с самого начала предлагают упражняться в форсированном дыхании, пока мы не посинеем, и у нас не начнет что-то где-то открываться, двигаться, подниматься, все преображаться, и пока мы не закайфуем по полной программе. Это очень опасный подход, потому что мы сразу вмешиваемся в тонкие механизмы работы нашей грубой нервной системы, тонкой нервной системы, и пытаемся там навести порядок, даже не понимая, как это все устроено, как это все работает. Поэтому здесь мы делаем не это, не пытаемся там все сразу перекроить, а движемся очень медленно и мягко, и в том числе для того, чтобы во всем сохранялся некий игривый настрой, используем простые, красивые, понятные аналогии. Сейчас мы к ним перейдем. Часть процесса состоит в том, чтобы в долгосрочной перспективе научиться при желании в определенные периоды практики замедлять дыхание до, например, 10 циклов в минуту или до 6 циклов в минуту. И как объясняет нам Гоуман, судя по всему, эти виды изменения дыхания, дыхательного ритма, связаны с изменением здоровой вариативности пауз между сердцебиениями. Чем больше эта здоровая вариативность, тем больше наша адаптированность, адаптабильность применительна к стрессу и отдыху. А также с усилением чувства легкости, комфорта, расслабления, общего удовольствия или общая удовлетворенность. Ну, просто все как-то ощущается как комфортное. А на уровне мозга исследования обнаруживают увеличение количества альфа-болн, синхронизированных альфа-болн, что ассоциируется с ослаблением тревожности, гнева и замешательства. Тоже все дело полезное, хотя здесь важнее всего не начать считать свои альфа-волны, а изменить свой субъективный опыт. И именно к этому мы и перейдем, используя две практики намеренного контроля над дыханием. С ними мы постараемся работать очень осторожно и мягко. А в следующий раз мы освоим еще две практики. Поэтому давайте сейчас посмотрим на вот эти две и поработаем с ними немного прежде, чем завершать. В начале антропологическое наблюдение. Эти практики называются дыханием сосуда, кумбака на санскрите и дыханием пумпы, то есть сосуда или вазы. Иногда на английском это называется days breathing в американском произношении, да, ваз breathing в британском. И иногда, когда переводчики салкиваются с этим термином, они переводят это как дыхание вазы или автопереводчики тоже иногда переводят как дыхание вазы. Это очень смешно, но очень трогательно. Так вот, а именно об этом дыхании вазы мы сейчас и поговорим. Но мы поговорим о мягкой его форме, потому что есть также жесткое дыхание сосуда, в котором мы используем контроль над дыханием в гораздо более жестком ключе. Мы более активно вмешиваемся в процесс и начинаем там всякое сложное делать. Это практики гораздо более высокого уровня. Они требуют пристального надзора со стороны квалифицированного инструктора или наставника с большой буквы. Минимум инструктора в идеале наставника с большой буквы, то есть подлинно реализованного мастера, который бы направил нас в этом процессе жестких задержек. Те два метода, на которые мы сейчас посмотрим, по словам цокни-римпачи, доступны для самостоятельного применения. В данном случае мы применяем их группы. Но они доступны для самостоятельного применения только если мы соблюдаем то, что написано в инструкции. В инструкции написано как минимум следующее. Эта и следующая практика, предполагающая краткую задержку дыхания, должны выполняться на основе значительного уровня внутренней мягкости и без напряжения. В противном случае эффект будет, как здесь сказано на слайде, пр. То есть противоположным. В оригинале там должно было быть это слово. В противном случае эффект будет противным. противоположным. Да. Вот чтобы не случилось пр, нам нужно найти на уровне субъективного применения, на уровне робких попыток применения этой практики, достаточный уровень раскрепощения. Поэтому полезно, если полезно было бы перед выполнением самой этой техники посидеть расслабившись или даже начать с того, что мы все сбрасываем, присидеть расслабившись, а затем уже буквально несколько минут попробовать сам метод. Вначале я зачитаю технические инструкции, здесь сжатое изложенное на слайде, затем мы попытаемся их вместе применить. Вначале мы выполняем всю предварительную подготовку, куда сбрасываем и так далее, затем расслабившись выдыхаем полностью. Достаточно сделать это носом, здесь не обязательно дышать в том, мы полностью выдыхаем, и затем вдыхая представляем, что наше дыхание смешивается с суетливой энергией, которая, может быть, поднялась до уровня нижней части легких и так далее, субъективно. Это все лишь про субъективные переживания. Не нужно думать, что мы тут выдумываем какую-то несуществующую энергию. Нет, если мы замечаем, что здесь у нас что-то вот так вот застряло, это самое субъективное чувство суетливости, дыхание со всем этим смешивается и увлекает это вниз, утягивает вниз или прессует вниз, как механизм френч-пресса. Вот так вот вы надавливаете на механизм для того, чтобы кофейная гуща оказалась внизу и вы могли налить себе кофе в чашку. То же самое и здесь. Вниз опускается суетливая энергия, смешанная теперь с энергией нашего дыхания туда вниз, ниже области пупка. Там она останавливается и мы несколько секунд просто ее там удерживаем. Делаем паузу после вдоха. Эта пауза действительно буквально на несколько секунд и нам нет здесь смысла пытаться что-то где-то надолго задерживать. Пауза должна быть минимальной, такой, чтобы мы не ощутили какого-то особого напряжения. И Цокниль Пачет добавляет, что здесь мы можем при этом мягко использовать мышцы, используемые в процессе дефекации для того, чтобы удерживать энергию в этой зоне. Очевидным образом речь не идет о том, чтобы начать процесс дефекации. Просто на всякий случай поясняю. Речь не идет о том, чтобы действительно что-то куда-то ниже, чем нужно выдавливать. Речь просто о том, что мы мягко удерживаем дыхание и соответствующую энергию там внизу, задействуя мышцы нижней части живота для того, чтобы там эта энергия задержалась. А затем, когда задержка закончилась, мы делаем полный выдох и повторяем этот процесс. Для некоторых людей сам по себе образ достаточен для того, чтобы все прошло весьма успешно, потому что если мы начинаем думать, какие это мышцы, как их туда, что там, где там с этими мышцами и как тут не обкакаться. Если начать про это все думать, случится эффект сороконожки. Мы начнем слишком думать о том, какой из сороконог нужно сделать следующий шаг. Поэтому как раз Стокни Римпачей предлагает нам образ. Образ френч-пресса. Мы превращаем свое тело в френч-пресс, пускаем энергию, держим ее там несколько секунд в комфортной мягкой задержке и затем выпускаем дыхание с выдохом, затем повторяем весь процесс вновь и так упражняемся может быть несколько минут. Затем завершаем. Но делаем все это на основе предельной степени мягкости, нежности по отношению к себе и всем своим переживаниям. Потому что если мы начнем думать, так, я сейчас сильно растревожен, надо по полной программе френч-прессом надавить на эту мою тревожную энергию. Эффект окажется противоположным нужному, потому что мы начали с жесткости по отношению к себе, а в том, что касается нашей тонкой нервной системы и даже нашего ума, эта жесткость для большинства из нас не работает. Она работает для тех, у кого все слишком расслаблено. но 99,9% жителей современного глобального мира не относятся к этой категории. Итак, давайте совсем чуть-чуть попробуем. Начнем с того, чтобы сбросить напряжение и опуститься вниманием в пространство тела. Покоимся в пространстве тела и просто дышим естественным образом. Расслабляемся. Затем полностью выдыхаем и на следующем вдохе представляем, что дыхание смешивается с суетливой энергией и опускают ее в нижнюю часть пространства нашего торса ниже пупка. живот при этом разумеется расширяется и затем там внизу под этим фрэч-прессом мы несколько секунд держим дыхание и энергию. А затем в собственном темпе без моего сигнала выдыхаем и повторяем процесс. процесс. Мы чередуем периоды мягкого удержания дыхания и энергии под френч-прессом нижней части живота и обычный процесс вдохов и выдохов. То есть мы выдыхаем, как обычно, вдыхаем. И единственное, что отличается от обычного брюшного дыхания, это как раз эта пауза между выдохом и вдохом. Пауза, где мы держим энергию в нижней части живота. Все это мы делаем очень мягко. Мы не закрываем дыхательные пути в верхней их части, не пытаемся что-то блокировать в области ноздрей и так далее. Задержка происходит, потому что мы просто не выпускаем сам воздух до выдоха. И нет смысла или повода что-либо блокировать в области верхней части дыхательных путей. Это на всякий случай, если вы замечаете, что вы намеренно что-то там закрываете. И на этом мы мягко завершаем эту совместную практику. И возвращаемся к обычному дыханию. Теперь мы просто дышим животом и замечаем движение брюшной стенки. Без задержек и без френч-пресса. Редактор субтитров А.Семкин От себя я добавлю, что иногда после практик, связанных с задержками, мы не сразу способны переключиться к обыденному дыханию без контроля. Поэтому есть смысл в этом как раз упражняться. Позволить дыханию двигаться свободно и обратить внимание на то, чтобы не делать задержки искусственно. Если паузы возникают естественным образом, это всегда абсолютно уместно. Но главное, что мы перестаем намеренно держать воздух. Потому что опять-таки мы здесь движемся от грубого автоматизма к подлинной естественности и подлинному осознанному контролю. А когда мы просто на автомате продолжаем делать задержки, потому что у нас все вообще на автомате, это нечто отличающееся как от естественного беспрепятственного дыхания, так и от осознанного контроля на дыхании. Вот поэтому мы стараемся здесь в конце специально вернуться к естественному дыханию и в нем какое-то время упражняться. Это вариант номер один. Сам по себе уже очень хороший, он очень прост, потому что достаточно запомнить название и периодически возвращаться к этим инструкциям. Поэтому есть смысл их сфотографировать, сохранить или периодически открывать в записи этого занятия. Все очень просто, оно потому и есть на YouTube, чтобы мы могли возвращаться к этому слайду. Вариант номер два, чуть более мягкий, использующий другой образ, называется в терминологии Цокни-Римпаче воздушным шаром. Это более мягкий вариант практики для людей, которым метод френч-пресса кажется слишком форсированным. Вначале зачитаю инструкции. Расслабившись, мы представляем, что в нижней части нашего живота находится воздушный шар. Не в анатомическом смысле, мы опять-таки можем думать, что наше тело полое. Не нужно там думать, ой, а где он там, у меня же там кишечник. Речь не о вот этой всей ерунде, то есть не о таких странных соображениях. Мы представляем, что внутри нашего полого тела там воздушный шар. Каждый вдох заполняет этот шар, каждый выдох его опустошает. Поэтому у нас, соответственно, поднимается и опадает брюшная стенка. Это базовый элемент, мы можем в нем упражняться самостоятельно, просто представляя, что этот воздушный шар расширяется, сжимается. А затем уже можем перейти к активному контролю. И на этом этапе мы делаем следующее, пункт 2. Мы полностью выдыхаем, как и в прошлый раз. И с очередным вдохом представляем, что шар всасывает дыхание и суетливую энергию наполняется. То есть и дыхание, которое входит через ноздри, и суетливая энергия, которая где-то в эмоциональном теле застряла, они все всасываются туда, в этот воздушный шар, в нижней части нашего живота. И когда он становится полон, мы зажимаем его верхнюю часть, то есть не даем ему обратно выпустить воздух, очень мягко оказывая давление вниз мышцами. Опять-таки цок неремпочезди ссылается на мышцы, сопровождающие дефекацию, или задействуемые нами в процессе дефекации. Это, соответственно, мышцы нижней части нашего живота. То есть мы просто мягко держим там эту энергию внутри воздушного шара, а затем снова выдыхаем, выпускаем все обратно. И он как бы алхимически переваривает все проблемы, этот воздушный шар, просто потому что мы держим энергию дыхания и суетливую энергию там несколько секунд. То есть вместо того, чтобы представлять френч-пресс, мы думаем, что воздушный шар все в себя всосал, подержал и мягко выпустил обратно. Надеюсь, что эти мои актерские этюды сейчас вам очень помогли, потому что именно в этом мы упражняем. Мы упражняемся сейчас, и мы снова начнем с того, что просто немного расслабимся. Ничего особо важного, страшного или интересного сейчас не произойдет. Мы расслаблены, спокойно, с совместными усилиями. Пробуем очень простые практики. Если мы замечаем, что наш концептуальный ум все равно немножечко перевозбужден или на эмоциональном уровне как-то все интересно и буйно происходит, мы используем практику сбрасывания. Поднимаем руки и с выдохом роняем их на колени, а свое осознавание в пространство тела. И дальше начинаем дышать естественным образом, просто покоимся здесь и сейчас. Продолжение следует... Затем представляем, что в нижней части нашего живота находится воздушный шар, который со вдохом выбирает энергию дыхания, с выдохом выпускает. Пока без каких-либо задержек. Мы просто представляем сам образ. И он в том числе помогает нам собрать внимание в области живота и брюшного дыхания. Субтитры создавал DimaTorzok Затем мы полностью выдыхаем, опустошая шар и с новым вдохом представим, что он собирает дыхание и светлую энергию внутри себя. И там мы с мягкой задержкой все это держим несколько секунд. Затем самостоятельно выдыхаем, снова вдыхаем и снова повторяем этот процесс. То есть теперь дышим с краткими задержками после каждого вдоха. Но расслабленно, спокойно и с удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Затем перестаем делать задержки. И просто снова дышим в естественном ритме. И при желании при этом все равно можем поддерживать образ воздушного шара, если он нам помогает. Или просто используем брюшное дыхание без каких-либо образов. На этом мы завершаем это упражнение. И можем подумать, как все прошло. В данном случае нет смысла сразу обмениваться мнениями в чате. Мы вернемся к этому в следующий раз. Но на случай, если у кого-то есть желание упражняться в этих методах с этого занятия до следующего, озвучу личную рекомендацию не пытаться упражняться в этих методах за раз на начальном этапе. Больше шести-семи минут. Это не рекомендации со стороны Цокни Римпачей или Дэниела Голлмана, я от себя добавлю. Но нечто основанное на наблюдениях за разными группами, индивидуумами. Потому что если подумать, ну звучит здорово. И вот Дэниел Голлман нам описал все логические преимущества и практика. Это древнее дыхание сосуда звучит здорово. А дыхание вазы еще лучше. Давай-ка я, поскольку я напряжен или напряжена, ну 30 во всем этом поупражняюсь. Или 40, или даже 15. Начнем с малого. В целом даже, говоря, при освоении медитации, как ежедневной привычке, лучше начать с трех минут ежедневно, чем с двух часов, но раз в жизни. То же самое и здесь. Можно начать с краткого, мягкого периода, где сама тренировка с задержками будет длиться не больше 5-6-7 минут. А все остальное, разумеется, может занимать гораздо больше времени, потому что мы перестаем делать эти задержки. Мы можем затем сколько угодно наслаждаться брюшным дыханием уже без задержек, без какого-либо вмешательства в процесс. И мы также можем поэкспериментировать с двумя образами. Ренч-пресс и воздушный шар. Посмотреть, какой из них лучше нам подходит. Но в особенности наша задача здесь будет составить в том, чтобы самостоятельно отрегулировать нужный, отстроить нужный нам уровень напряжения и расслабления, баланс между напряжением и расслаблением. Так, чтобы эти практики выполнялись предельно легко, предельно без напряжения, предельно естественным образом. И если мы сами случайно переусердствуем, опять-таки нам же это поможет, конечно, отрегулировать практику в будущем. Но важно помнить, ответственность здесь лежит на нас. И это ответственность за то, чтобы делать все это легкой рукой. Поэтому в этом мы можем поупражняться. Очень мягко, осторожно. И помня, что в дополнение к этому нам также важно продолжать отслеживать сигналы эмоционального тела, учиться брюшному дыханию, выполнять просмотр тела, в рамках которого мы замечаем очаги поспешности и так далее. Все это никуда не исчезает. Точно так же, как и сама по себе практика сбрасывания. И просто пристальное, расслабленное и нежное внимание к работе нашей нервной системы. С этого мы начинаем. И в этом можем поупражняться ближайшую неделю. Или две. В зависимости от того, как будет складываться наше расписание. В надежде, что это поможет нам развить большую искусность или виртуозность во вопросах внутренней саморегуляции. Чуть подробнее на русском про практику дыхания сосуда можно прочесть в книге Цокня Римпачи «Открытое сердце, открытый ум». Многие уже ее жали, конечно же, а многие прочтут впервые и получат от нее большое удовольствие. Она описывает многие из тех практик, которые мы будем и в этом курсе применять. Просто немного в другом порядке. Так что это дополнительный источник на случай, если вы где-то в чем-то запутаетесь. В следующий раз мы рассмотрим еще один вариант мягкого дыхания сосуда. И в дополнение к этому поговорим о следующем этапе в практике, где все это происходит уже без задержек, без контроля над дыханием и так далее. Просто потому, что мы развили соответствующую привычку и теперь можем все это контролировать автоматически. Но чтобы этот следующий этап представлял для нас какой-то смысл, есть смысл, есть польза того, чтобы во всем этом поупражняться. Несколько мгновений мы можем уделить тому, чтобы посвятить все предпринятые в рамках сегодняшнего занятия усилия в пользе всех существ. После чего мы постепенно завершаем занятие и возвращаемся к тому, что нас окружает. Всем хорошего френч-пресса, всем хороших воздушных шариков, хорошего неопрокидывания внутрь себя, мирного неба и пусть все будет хорошо, пусть все будет благоприятно. И до новых встреч. Большое спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok